Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 4. Менеджер треков Теперь рассмотрим менеджер треков в Reaper Чтобы его открыть, нужно зайти в меню View и выбрать менеджер треков Как видите, его также можно вызвать с помощью горячих клавиш На PC это Shift-Ctrl-M и Shift-Command-M на Mac С помощью горячих клавиш можно очень быстро открывать и закрывать окно менеджера треков Закроем его и откроем Вот перед нами менеджер треков Он нужен для более простого управления треками Вот этими Как видите, у нас тут куча треков Тут у нас несколько барабанных треков басовых, гитарных, соло-вокал Несколько бэк-вокалов И несколько треков-эффектов И некоторые манипуляции с ними проще производить в менеджере треков Снова откроем его И во-первых, в нем мы можем отображать или скрывать треки К примеру, возьмем трек vocal Вот этот Расширим его И допустим, я хочу дублировать его и что-то поменять в нем Например, отредактирую его по-другому Может попробую другую автоматизацию А может мы скомпрессировали вокал, а исходный материал хотим сохранить в сыром виде Поэтому сделаем дубль трека И назовем его Backup И теперь у нас два идентичных вокальных трека И теперь, работая с данным треком, я могу пробовать автоматизацию, редактировать, как мне хочется А вот этот трек нам больше не нужно видеть Мы можем его замютировать Но тогда мы все равно будем его видеть Поэтому если мы не хотим удалять его из проекта, мы можем просто скрыть его Для этого снова откроем менеджер треков Выделим нужный нам трек И теперь мы можем скрыть его на панели треков, вот тут Или в микшере Или отовсюду Но лучше предварительно его замютировать Вот здесь В этом случае трек не будет проигрываться и не будет расходовать ресурсы компьютера А если его не замютировать, то он продолжит проигрываться, даже если мы его скроем Таким образом, основная функция менеджера треков — это скрытие или отображение треков Замютируем Тут также можно и удалять треки Правый клик Удалить выделенные треки И теперь данный трек из проекта удален Еще менеджерам треков удобно пользоваться, когда вы хотите, чтобы одни треки были видны на панели треков, а другие — в микшере Например, вот тут у меня треки возвратов эффектов Реверберация И дилей Нам в принципе не нужно видеть их на панели треков На этих треках нам нечего редактировать, а вот в микшере нам нужно их видеть Поэтому мы выделим их вот здесь и нажмем «Скрыть» на панели треков Теперь здесь мы их не видим, а в микшере они по-прежнему отображаются Откроем микшер Вот он И вот наши возвраты Реверб и дилей Здесь они видны Хотя на панели треков их больше нет Можем сделать наоборот Из микшера их уберем А на панель треков вернем Мы видим их здесь А здесь больше не видим Вот еще одна хорошая функция менеджера треков Выделяем оба трека И либо скрываем, либо отображаем их как на панели треков, так и в микшере Есть тут и фильтр Вот здесь вверху Давайте уменьшим, чтобы лучше видеть все треки Мы можем использовать этот фильтр для мгновенного выбора отдельных треков Возьмем, к примеру, все барабанные треки И вместо того, чтобы выбирать треки выделением, вот так Мы можем воспользоваться фильтром Просто набираем тут drums И тогда здесь будут показаны только барабанные треки И теперь мы можем работать только с ними Можем убрать их отсюда Выделим их И больше на панели треков мы их не видим Можем убрать их из микшера Можем замютировать их все Или засолировать Можем запереть их, я расскажу об этом позже А можем включать на них готовность к записи Теперь все барабанные треки готовы к записи То есть с фильтром очень удобно находить вещи Например, найдем гитары Отображаются только гитарные треки Или бас Видим только басовые треки А если мы очистим поле, то будем видеть все треки Внизу окна есть дополнительные опции Например, мы можем заморозить наши треки Например, заморозим треки бэк-вокала Выберем их в фильтре Только эти треки теперь видны Мы выделяем их И замораживаем Я потом расскажу, что это значит А вот здесь есть и другие опции Например, можем активировать режим зеркального выделения треков Это когда выделение треков в менеджере Приводит к их выделению и на панели треков Так проще их удалять Или создавать временные группы Например, создадим временную гитарную группу Отфильтруем все, кроме гитар Выделяем их в списке И теперь мы можем управлять ими в составе временной группы Потому что выделяя треки здесь, мы также выделяем их и здесь И наоборот Выделим басовые треки И эти же треки выделяются и здесь тоже Есть еще одна опция Скрывать отфильтрованные треки Причем как на панели треков, так и в микшере Выберем скрывать отфильтрованные треки на панели треков Теперь, если мы наберем тут гитар То на панели треков будут видны только гитарные треки Сделаем их покрупнее, чтобы было удобно редактировать А если нажмем вот на эту кнопку очистить Все треки снова появятся Наберем тут drums И вот здесь мы видим только барабанные треки То же самое мы можем делать и с микшером Теперь только барабанные треки отображаются в микшере А нажимая очистить, мы возвращаем все треки Вот еще одна классная опция, которую я люблю Закрывать менеджер треков при нажатии клавиши enter в поле фильтра Если мы ее активируем и отфильтруем все кроме бэк-вокала И теперь нажав клавишу enter, мы закрываем менеджер треков И теперь мы можем работать с вокальными треками Сделаем их крупнее, а если мы закончили с ними работать Мы снова вызываем менеджер треков Очищаем фильтр, жмем enter и менеджер треков снова закрывается Это экономит наше время Мне очень нравится делать здесь какие-то глобальные операции Например, включать режим записи сразу на всех барабанных, басовых и гитарных треках Или мютировать их все Или включать соло на вокальных треках Это быстрее, чем поиск нужных треков вот здесь Треки могут быть широкими, тогда их придется долго прокручивать А здесь их искать намного быстрее Наберем lead vocal И только его мы и видим А вот тут можем его редактировать Вот что такое менеджер треков в Reaper Очень удобное окно для глобального управления треками Поехали дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!